МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский, в студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предприятия в Карагандинской области повысят заработную плату. На сегодняшний день в рамках реализации задач послания президента более тысячи предприятий региона поднимут оплату труда своим работникам. Новая медицинская технология позволит пациентам вылечить позвоночник. Медицинский центр травматологии и ортопедии имени профессора Макожанова продолжает проводить мастер-классы по внедрению новых технологий в лечении пациентов. 150 юных легкоатлетов со всего Казахстана приняли участие в 13-й республиканской матчевой встрече по легкой атлетике. Соревнования посвящены памяти заслуженного тренера Вере Федоровне Карповой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обо всем более подробно. Предприятия в Карагандинской области повысят заработную плату. На сегодняшний день в рамках реализации задач послания президента более тысячи предприятий региона поднимут оплату труда своим работникам. Об этом было сказано на очередном аппаратном совещании в областном Акимате. Меморандумы об увеличении окладов подписали такие крупные системообразующие предприятия, как Арселор Миттл Тимиртау, корпорация Казахмыс, Казминералс, Казсынк, группа компаний ERG. Свои намерения о повышении заработной платы также подтвердили и остальные организации региона. Процент у всех разный. В Шахтинске, например, руководство предприятия Казтрансуголь заявило, что с 1 января 2019 года планируют поднять зарплату сразу на 43% всем сотрудникам. В разрезе субъектов предпринимательства рост оплаты труда в среднем ожидается на крупных предприятиях на 10%, на средних предприятиях на 16%, на малых предприятиях 14%, у индивидуальных предпринимателей на 25%, крестьянских и фермерских хозяйств в целом на 12%. Работа в данном направлении продолжается и находится на постоянном контроле. Аким Карагандинской области назвал этот процесс чрезвычайно важным. Он поручил Акимам городов и районов уделить этому вопросу особое внимание. Необходимо выстроить эту работу. Максимально охватите все предприятия. Встречайтесь с руководством предприятия, разъясняйте задачи данной инициативы главы государства. И как идет процесс, еженедельно будем говорить. Вы держите на контроле и работайте. Кроме того, на аппаратном совещании обсудили увеличение цен на продукты питания. За последний месяц почти на 7% увеличилась стоимость гречневой крупы, стоимость кефира увеличилась на 6,6%. Макаронные изделия на 4,3%. Мясо кур на 3,7%. Это далеко не полный перечень продуктов, стоимость которых увеличилась за последние 30 дней. Однако наблюдается и снижение стоимости некоторых товаров. В основном это сельскохозяйственная продукция. При этом подешевели морковь на 19,7%, лук репчатый на 13,1%, картофель на 7%, капуста белокочана на 4,8%, рис на 0,4%. Аналогичная ситуация, как вы видите, сложилась и по городу Жесказган. Было отмечено, что свою положительную роль играет стабилизационный фонд. Так уже сегодня стабилизировались цены на гречку и сахар. А сам фонд пополнился новым урожаем. Заключены контракты с фермерскими хозяйствами. Приобретено около 2000 тонн картофеля, 950 тонн лука, моркови, свеклы и капусты. Глава региона поручил внимательно следить за ценами на продукты питания и пресекать необоснованный рост. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Медицинский центр травматологии и ортопедии имени профессора Макожанова продолжает проводить мастер-классы по внедрению новых технологий в лечении пациентов. В семинаре приняли участие российские специалисты Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии, а также врачи-нейрохирурги лечебных учреждений Казахстана. Вот одно с другим наслаивается при сколиозе. У нас косая проекция вот этого. То ли мы вот такой снимок получили, то ли мы вот такой снимок получили. Где середина С1, я здесь точно сказать не могу. Врач-нейрохирург Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии демонстрирует казахстанским врачам так называемый сагитальный баланс. Он представляет собой равновесие всех изгибов и отделов позвоночника, необходимое для оптимальной фиксации. При кефозе, лордозе и других искривлениях сагитальный баланс нарушается. Новый метод предполагает, что перед операцией врачи оценят профиль позвоночника и будут планировать вмешательство с учетом параметров сагитального баланса. Этот метод позволяет проводить операции на позвоночнике без тяжелых последствий. Особенность ее в том, что по последним данным можно провести расчет. Этот расчет применить в операционной, математическую модель составить и согласно этой математической модели спланировать операцию, ее выполнить. А целью этой всей планы, этой модели – это хорошее самочувствие пациентов после операции. И в значительной степени отказ от повторной хирургии на позвоночнике. Установка протяженной малоинвазивной транспедикулярной конструкции. За этими малопонятными для простого человека словами скрывается новейший метод лечения позвоночника. Обычно после первой операции человека приходится оперировать повторно. Внедрение нового метода оценки состояния пациента позволяют добиться нужных результатов уже после первого вмешательства. В клинике имени профессора Макожанова заявляют, что они внедряют только те технологии, которые проверены временем. И это одна из них. Те новые методы лечения, которые где-то возникли и проверенными временем, их нужно внедрять. Только их. А хватать и внедрять все, что возникает, и сразу брать – это не совсем правильно. То есть сейчас есть понимание, что их нужно делать. Когда это понимание возникло, что их нужно применять, мы приняли решение, что мы тоже будем этим заниматься. Разработчики технологии заявляют, что у пациентов боли в спине и конечностях уходят, и они могут вести активный образ жизни. Впервые в Казахстане данная технология будет внедрена на базе медицинского центра клиники имени профессора Макожанова. Ее применение позволит снизить выход на инвалидность из-за тяжелых вертебральных патологий и вернуть пациента к нормальной жизни. В Караганде состоялся отчетный концерт творческого клуба «Лагат». Мероприятие было организовано Молодежным ресурсным центром Карагандинской области. Концерт посвятили первой годовщине клуба. Агарьке Абдекаримова учится на третьем курсе филологического факультета Карагандинского государственного университета имени Евнея Букетова. Девушка пишет стихи и не может представить свою жизнь без творчества. Свою минуту славы Агарьке получила на отчетном концерте творческого клуба «Лагат». Данный клуб объединяет талантливую молодежь всего региона. Мы собрали молодежь, которая близка к творчеству. Наша цель – оказать талантливым людям поддержку. Так как прошел год, как мы открылись, мы решили провести мероприятие в виде отчетного концерта. Каждый из нас пришел показать, на что он способен. Клуб «Лагат» открылся при областном молодежном ресурсном центре. В него вошли юные писатели, поэты, исполнители. Здесь создается атмосфера, располагающая к творчеству. Первый год работы клуба выдался плодотворным. Каждый из членов смог проявить себя на различных конкурсах. Наш клуб, состоящий из учеников старших классов, а также студентов колледжа и вузов области, достиг многого за год работы. Наши поэты приняли участие во многих конкурсах областного и республиканского масштабов. Молодежь встречалась с видными государственными деятелями, писателями, акынами. У нас появилась традиция делать каждую пятницу особенной и запоминающейся. Творческие вечера проводили каждую неделю. Отчетный концерт клуба «Лагат» прошел в Карагандинском банковском колледже. Десятки школьников и студентов продемонстрировали зрителям свои таланты. В ходе мероприятия организаторы подвели итоги конкурса видеороликов на стихи великих поэтов. Победителю вручили сборник стихов. Развитием внутреннего туризма занялся алматинский путешественник Александр Габченко. Необычным способом реализовывает собственную задумку. Айран-Казахстан. Красивейшие места республики он оббегает, параллельно снимая на видео природные красоты Казахстана. Уникальный проект «Айран-Казахстан» привел алматинского путешественника в Костанайскую область. Александр Габченко задумал в течение года осуществить одиночный забег по пересеченной местности в 14 регионах Казахстана. Мне хотелось просто побегать в Казахстане, особенно в тех регионах, в которых я не был. В Костанай, например, я никогда раньше не бывал вообще до этого момента. И у меня когда и не было здесь какой-то причины здесь появиться. В конце концов, я ее сам себе, видите, придумал и приехал к вам в гости. Основной замысел такой, что я, как и многие казахстанцы, ничего не знал о местных природных, ландшафтных достопримечательностях. Александр уже побывал в природном парке Бурабай, а теперь изучил богатство Костанайской области. Как признается путешественник, он старается выбирать малолюдные места. Я, грубо говоря, читаю интернет, ищу, специально гуглю целенаправленно, какие есть природные, либо ландшафтные достопримечательности, которые стоит посетить, стоит посмотреть. Информации, на самом деле, немного, ее действительно приходится искать. И это большое упущение. Это даже в каком-то смысле нонсенс, что области или региональные власти не пытаются себя как-то преподнести, чтобы привлекать людей. Алматинский путешественник уже сейчас выделил для себя удивительные уголки страны. Он активно делится впечатлениями и рассказывает о невероятной красоте мест, в которых побывал, на странице в Инстаграм. Именно там о нем узнал житель Костаная Павел Тенцер. Павел занимается IT-технологиями, но этот проект привлек и его внимание. Я из Ауликоль, это соседний поселок, да, но много нового открыл. Никогда не рассматривал этот лес как тренировочную базу или как базу для забега, уж тем более для такого всеказахстанского. Поэтому было очень непривычно бежать, увидеть этих животных, тетеревов, косуль, следы лосей. Александр и Павел увлеклись идеей развития внутреннего туризма. Теперь Александр планирует свое путешествие в Актау либо Атрау, а также намерен посетить Центральный Казахстан. Торжан Лянова, Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. 150 юных легкоатлетов со всего Казахстана приняли участие в 13-й республиканской матчевой встрече по легкой атлетике. Соревнования посвящены памяти заслуженного тренера Республики Казахстан, 19-кратной рекордсменки Казахстана Вере Федоровне Карповой. За призовые места борются юноши и девушки 2005 года рождения и младше. Всего стены легкоатлетического манежа приняли 150 человек из Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Мангуставской и Павлодарской областей. Центральный Казахстан представлен спортсменами сразу семи спортивных школ. В числе тех, кто представляет наш регион, Анастасия Цверкунова. 13-летняя спортсменка занимается легкой атлетикой больше шести лет. Анастасия рассказывает, что на соревнования пришла за победой. Ну, я выбрала этот спорт, потому что у меня мама тренер, и она хочет, чтобы я стала чемпионкой, но я этого тоже хочу. И хочу на этих соревнованиях выиграть, занять первое место. Республиканская матчевая встреча по четырех борью носит имя заслуженного тренера Республики Казахстан Карповой Веры Федоровны. Она является 19-кратной рекордсменкой Казахстана, чемпионкой Кубка Европы по семи борью, победительницей многих международных первенств. Вера Карпова воспитала плеяду именитых спортсменов, среди которых и ее сын Дмитрий Карпов, бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года. Веру Федоровну запомнили как очень трудолюбивого и целеустремленного человека, высококлассного тренера и любящую маму. Соревнования, посвященные ее памяти, проводятся уже 13-й год подряд. Я думаю, что престиж этих соревнований будет оставаться долго еще, потому что тут же проводятся соревнования для детей возрастной группы 13-14 лет, а следующее поколение на 13-14 лет, оно будет еще давать результаты. И я думаю, что из этих соревнований на будущее и на сейчас будут воспитываться не только Карповы Дмитрия и Джасимовича, но и новое поколение. Я думаю, у них тоже все заложено. В программу соревнований по четырехборью входит бег, прыжок в длину, прыжок в высоту и кросс. Девочки у нас делают, бегут 60 метров сначала, затем в длину прыгают, в высоту и в конце кросс 500 метров. У мальчика все то же самое, но вместо 500 метров у них кросс 600 метров. Подсчет идет по очкам. За каждый вид начисляются очки. По сумме очков уже идет кто выиграет. После торжественной церемонии открытия стартовали соревнования среди девочек. Юноши будут бороться на следующий день. Победители и призеры будут награждены грамотами, медалями и ценными призами. Торжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И еще об одном. Начальник областного департамента внутренних дел, генерал полиции Мергенбай Жапаров, в ноябре встретится с жителями региона. Отчетные встречи главы ведомства пройдут в пяти городах. Караганде, Шахтинске, Жасказгане, Сатпаеве и Цимиртау. 6 ноября в областном центре встреча пройдет в 11.00 в здании областного филиала партии Нурута. Граждане смогут напрямую высказать свои жалобы и замечания. Обратиться с заявлением. Начальник полиции расскажет о результатах борьбы с преступностью и обеспечении общественной безопасности. Здесь же с отчетом выступит начальник Карагандинского управления внутренних дел. О новостях на сегодня все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сауполмстар. Редактор субтитров А.Семкин